Рабочие места для инвалидов, трудоустройство, правовая защита. Эти вопросы рассмотрели на семинаре совещания в связи с изменениями в законодательстве. Рассмотрены такие вопросы, как организация рабочих мест для трудоустройства инвалидов, содействие занятости граждан данной категории, об исполнении законодательства занятости работодателями в части отказов, приеме на работу по дискриминационному характеру. И также был рассмотрен вопрос охраны труда в организации города Губкинского и участие предприятий в апреле месяце, в месяц охраны труда. Одно из изменений законодательства о трудоустройстве инвалидов касается самостоятельного расчета работодателями количества кватируемых рабочих мест. Меняется и отчетность. Если мы раньше делали ежемесячно, отчитывались, то сейчас цифра будет на 1 января текущего года, то есть постоянно, и предшествующий календарный год. Количество кватируемых рабочих мест сохраняется неизменным в течение календарного года, за исключением таких случаев, когда работодатели находятся в стадии ликвидации. У нас в учреждении есть одно кватируемое место, которое у нас сейчас занято, и мы подаем его ежемесячно в Центр занятости. Теперь мы должны сдавать не только ежемесячно отчет Центра занятости по кватируемым рабочим местам, но и также годовой отчет. Говорили на совещании и об организованных для инвалидов специальных рабочих местах. 12 из них остаются невостребованными с 2015 года. В связи с этим по итогам совещания внесено следующее решение. Рекомендовать руководителям учреждения организации предприятий муниципального образования город Губкинский рассмотреть возможность перепрофилирования длительно незаполняемых кватируемых рабочих мест, заявленных в 2015 и 2017 годах, согласно имеющимся квалификационным характеристикам и показаниям проинвалидов, находящихся на регистрационном учете Центра занятости населения. Особо на семинаре остановились на ответственности работодателей за отказ в трудоустройстве по причинам дискриминационного характера. По половому признаку, по национальности, по расе, происхождению, возрасту, либо местожительства данные дискриминационного характера мероприятия не допускаются. Только должны быть связаны обстоятельства, которые связаны с деловыми качествами работниками. При выявлении подобных правонарушений юридическим лицам назначат штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. В завершении семинара представитель управления соцзащиты призвал присутствующих активно принимать участие в месяце охраны труда. В Губкинском он по традиции проходит с 1 апреля и включает в себя десятки различных мероприятий. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.